Этот фрагмент древней надписи датирован шестым столетиям нашей эры. Мраморный экспонат – памятка о строительстве административного здания времен Византии. Впервые находку реставрировали в послевоенные годы. Недостающую часть тогда восполнили с помощью гипсовой вставки, которая заметно отличалась от мраморной основы по цвету и фактуре. Спустя десятилетия предмету возвращают целостный облик. Мы всего лишь ослабили интенсивность вот этого пятна, удалив часть вот этого въевшегося клея в камень. И понизили уровень, сняли верхний слой вот этой мастиковки. И мы будем проводить такую щадящую тонировочку из материалов родственных вот этому вот мрамору. То есть и они будут отличимы, конечно, визуально, но общее впечатление будет целостность. А за этим столом восстанавливают античную капитель. Верхнюю часть мраморной колонны пятого века. Больше всего пострадали нижние фрагменты орнамента. Реставрировать их поможет гипсовый слепок сохранившихся деталей. В той части детали, которая целая, сняли новую форму. Вот она перед вами, точный гипсовый слепок того места, который сохранился. Уточняем объём, вкладываем вместо утраты, снова сняваем чистую форму и отдельно от предмета, не затрагивая поверхности его бытования, отливаем новый утраченный кусок из специального сетического материала, который внешним видом очень похож на настоящий мрамор. Семинар по реставрации в Крыму работает второй год. Первый этап завершился в июле на территории Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника. Его посвятили работе с керамическими изделиями. В Херсонесе акцентировали внимание на экспонатах из камня. Теоретическая часть – лекции и доклады. Для практического занятия предоставили предметы из отдела византийской истории. Камень у нас в этом году был в приоритете, потому что коллекции у нас немало архитектурных деталей из мрамора. И хотелось бы, чтобы эти детали, скажем так, засияли как прежде. Мы решили на семинар предоставить те памятники, которые требуют особого внимания, особой консультации. И в то же время с ними могут работать реставраторы, скажем так, разных категорий, разного уровня подготовки. Семинар завершится 9 сентября. За оставшееся время планируют провести ещё несколько десятков мастер-классов.